что апреля 2019 года в общем начинался день как день влад стал рано утром так как ему нужно было в школу где-то около 7 часов он стал минут 20 38 вышел из дома как последствия казалось что у нас все-таки в школу не пошел находился в это утро у жумаева и янченкова дома где они снимали квартиру около 11 часов он приехал домой и сказал что он уезжает в демидов кацун ну часто был в демидове у бабушки в гостях к андрею ездить в гости в общем ничего странного о том что он собирается на день рождения он мне не сказал я думаю что он понимал если бы он сказал что он собирается на день рождения у меня было много вопросов возможно ли мы не отпустила туда где-то начале 12 он вышел из дома так в 12-30 автобусом на демидов идет уехал он 12-30 с жумаевым и янченко демидов около ну где-то может пол третьего около трех мне позвонила бабушка влада то есть моя мать она сказала что влад приехал к ней приехал к ней и он сказал что он собирается на день рождения на его отпустила но я узнала кому на день рождения то есть расспросила и он обещал что 10 часов будет уже дома ну в общем как бы я понимала что бабушка достаточно ну такая ответственная и она ну проконтролирует потому что она но переживала за него все время спрашиваю узнавала как он где он не было ни мысли ни ощущений каких-то в тот день что что-то может произойти что-то может пойти не так вечер прошел мы были с младшим братом влада дома как бы находились все было спокойно все даже никаких непредчувствий ничего не было все легли спать как обычно и ночью раздается звонок я смотрю что звонит отец влада андрей я поднимаю трубку он у меня начинает расспрашивать точный адрес жительства где влад жил точная школа адресы где находится я говорю а что случилось но горит час и я тебе все расскажу то есть тема называю все называю будет так что он сказал мне влад пропала горю смысле пропал ну вот так пропала в лесу были якобы ушел что числа вечером полдвенадцатого ночи примерно плюс минус там пять десять минут раздался стук в окно ну я выглянул в окно и стояла полицейская машина и вокруг нее народ но я вышел естественно на улицу не спросил что случилось мне сказали что мы стоял дербанова салаутин салаутин а мама остальные стояли сзади я не рассматривал кого кто я слушал что потому что больше всех рассказывала дербанова даша что они отдыхали на природе все было хорошо и в один прекрасный момент влад отошел по нужде как они сказали и больше после того его никто не видел они своими силами пытались его искать наступила темнота и они вызвали родителей поехали в город его искать думали что он вышел на дорогу и пошел в город домой и при этом они спросили сначала спросили у меня ли он я сказал что нет его нету и позвонился бабушке тоже спросил что приходила влад пришел домой или нет она сказала нет но обещал в 10 и виться но его нету утром я встал с температурой и в 9 где-то 30 может быть да в этом районе мне телефон на ночь без на беззвучном стоит поэтому утром позвонила настя и сказала что пропал влад ну мы незамедлительно собрались я взял забрал настю забрал крестьяна и мы приехали сюда поехали сразу в демидов и по мере того как мы ну то есть уже всех обзванивали с андреем на связи и были с отцом влада когда ехали сюда ну и когда сюда приехали увидели что поляна где мы сейчас находимся она достаточно чистая то есть этот момент он как сказать когда я начал свет узнать это бросалось глаза очень сильно и бросалось глаза тем что мусора куча была только вот в той стороне где она есть а здесь было ну опять же я говорю что здесь было достаточно чисто для после дня рождения тем более день рождения закончился несколько часов назад то есть мусора здесь не было ну мы потом на это обратили внимание после этого когда собака уже первая по моему уехала либо собиралась уезжать и когда мы приехали ждали 2 кинолога второй кинолог приехал с собакой вещи его привезли на буханке после этого когда мы приехали когда собака 2 приехала потому что никто еще не знал что делать кроме когда в лес частично обошел андрей с людьми жители были здесь полиция дерубанов виктор петрович здесь находился в это время когда мы дождались автомобиль с собакой с вещами причем вещи транспортировались как-нибудь то есть дали собаку засунули морду морда она засунулась в этот самый портфель понюхала взял след мы пошли в ту сторону как дорога как заезд демидов получается шли краем леса шел с нами на первый проход андрей дербанов виктор петрович кинолог я это точно четыре человека было и по моему еще кто-то шел но соответственно когда мы уже обошли вот этот вот круг собака вышла на асфальт потом она зашла вернее она вышла сначала в конец поселка потом она вышла на асфальт потом пошла по той дороге она вот так вот идет параллельно соединяет две асфальтированные дороги вышла опять на асфальт там тоже куча мусора есть в лесу и она около этой кучи мусора свернула обратно в лес прошла метров сто вот так вот от шалаша если мы проходим не доходя шалаша и пошла дальше после этого когда она взяла след заново прошла несколько пересеченных дорог опять же я еще раз говорю что в лесу несколько пересеченных дорог несколько и они встречаются и просек и рубок то есть много таких мест свободно она вышла на асфальт обратно и прошла по асфальтирной дороге к той трубе труба у нас вот там примерно плюс-минус вот после этого к трубе еще раз несколько раз ну вернее отводили собаку от трубы давали нюхать она опять кидалась трубу опять выводили опять давали три раза так настаивали ну соответственно поиск собакой ничего не дал по потом значит второй круг мы с собакой сделали второй круг мы был полный сделали она тоже самое практически сделала такой обход после этого уже по-моему прилетел на второй день или на 3 на третий день прилетел по моему вертолет или на 2 1 на 2 день приметил вертолет уже начал вертолет залетал вот здесь если мы говорим что он ушел туда вот вертолет поднялся пролетел ему буквально тут несколько раз винтом махнуть и получается выходит на то место то же самое квадрокоптеру который 9 числа коптер следственного комитета также здесь был пролетал эти кадры есть прессе о том что когда он поднимается буквально километр 200 по прямой это место их когда уже летал вертолет приехал сальвар мы начали формировать группы понимаешь что время уходит на счету в принципе каждая минута потому что ночью были холодные до минуса было и нужно было быстренько все это искать и проделывать потому что мы понимали что в первые несколько дней решающие даже не будучи не специалистами поисковиками после этого когда мы начали совершать обходы в группах но принцип поиска был понятен нас включали в группу мы тут остановились нам давали компасу мы шли в составе группы эти квадраты ближайшие когда мы разговаривали с сальваром ближайшие квадраты это было самое основное что нужно было закрыть по словам на подростков он нашел туда соответственно мы начинали вот чтобы иметь ввиду вот эта сторона она выходит в дороге эта сторона была закрыта еще без них когда сюда приехали на второй третий день человек порядка 60 и мы вот есть фотографии строим сначала здесь цепочку идем туда потом строим туда цепочку там уже около 100 человек идем туда то есть ближайшие 500 метров были в первый день освещены без сальвара добровольцами которые знали что там асфальт и соответственно шли цепи просто до асфальта в ту сторону я не буду врать не помню когда но там где нашли тело на этой дороге мы устраивались линейкой там кому человек было около ну 660 точно за 100 не скажу 60 там было человек с рациями с компасом и так далее мы шли километр вот то есть мы заходим в лес 500 метров до начинаем поезд все по куче шли шли построились начинаем поезд то есть 500 остается нам 800 метров до тела где он бежал 700 800 а теперь смотрите мы выстраиваем линейку на этой возвышенности где 100 метров от тела идем километр туда разворачиваемся на крайнем идем километр обратно 60 человек ну подумайте вот про и пройти тело до которая и запах уже к тому времени бы хоть ну ладно третий день не было запаха но не факт что это на 3 линейка шла да то есть это может быть на пятый день но в любом случае какой-то запах был даже если на тот момент запаха не было мы бы его не прошли мы были все время здесь по двум дорогам ездили машины полицейские включали сирену сигналили крякали что по одной дороге что по другой дороге маячки включали как бы вот мы видели стояли когда проезжаешь где-то просвет просвечивалась что-то сигнал конечно хороший был потому что ночь 0 результат она мне дала никакого потом потом настя мне звонила без конца конечно спрашивала ну что ну что нашли я отвечал что нет нет мы еще здесь машины ездят и ближе к утру потому что как сказать мы были одеты легко ближе к утру мы поняли что надо устраивать поиски собирать на весь народ который только можно ну каких наших силах мы поехали домой одеться переодеться собраться потеплее сапоги я начал обзванивать своих друзей знакомых родственников чтобы они подключились кто может кто не может когда мы утром приехали пол пол в пол в пол по моему это было пол шестого я сюда приехал с родственником уже здесь уже группа была и мы как бы не как бы мы просто они остались здесь а мы пошли делать обход искать какие-то следы ну ну сделали обход большой ну следов у никаких мы не обнаружили потом мы пришли сюда тут уже народ полицейские собирались мы начали углубляться в лес ходили 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 и все мы искали следы вещь какую-нибудь потому что ночью пройти по лесу как бы это нереально это темнота порваться разыграться видите вот она просека вот пожалуйста зачем ему идти вот здесь по бурелом вот вот дорога вот просек вот иди по просеке вот-вот руки расставь да и вот по сторонам кустышки видно ты моментально трезвеешь когда у тебя паника и адреналин начинает в голову херачить и от этой паники все равно ты бежишь но тем не менее ты бежишь и инстинкт самосохранения так называемый он скажет тебе а все вот все там не 3 35 лет я еле нового доски кроссовки следили бы с него при самом хорошем раскладе при самом хорошем раскладе через 500 метров то есть тут болотистая нет болотистая местность с имеющимися оросительными каналы искусственно созданными в советском союзе потом подключили поисковая группа сальвара и тут происходили масштабные поиски ночью днем тут как говорится тут ночью люди ходили на отклик работали днем ходили тут одни уезжают другие приезжают тут народа перебывало очень много поиски происходили каждый день искали 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 на результаты никакого нам не давал я даже как сказать мы не не останавливались в поисках мы отрабатывали другие точки мы отрабатывали ближайшие деревня ездили вы везде были где наверно только можно и вот я даже не знаю как это сказать 23 уже января на демидовом летал вертолет зачем кто почему не знаю 24 появилась информация что уже целенаправленно люди женщина рассказывала что нашли останки якобы влада в лесу она в смоленске в салоне это говорила потом нас вызывают на прием к бастритину и 29 почему-то на этот же день намечаются поиски почему в этот день нам опять это непонятно 24 числа января 24 января вызывали человека у которого лет десять назад потерялся отец в лесу и его до сих пор не нашли это все время его не вызывали не спрашивали а тут почему ты и его вызывали идут много очень вопросов ответов нету и нам на них никто не отвечает я когда положила трубку это было где-то около двух сорока пяти ночи естественно я уже после того времени спала каждые там 20 15 минут я ему звонила и расспрашивала нашли нашли но у меня не было ощущения что что-то произошло действительно мы думали что он ну я так думала что он ушел я конечно дождалась еле до где-то 6 утра я позвонила своей маме сказала что влад пропал она конечно но она в шоке была то есть она даже толком не дослушала меня положила трубку потом она перезвонила я и все объяснила все мы поговорили но так как я ничего не знаю в общем до сих пор они не был найден и около девяти утра я позвонила отчему бывшему мужу своему ивана фадееву объяснила тоже ситуацию так и так он говорит наверно надо ехать демидов мы решили что нужно ехать и около 11 часов утра мы уже были в демидове были в демидове здесь когда приехали находился отец влада ну достаточно большое количество людей было и когда мы здесь находились сутки первые вторые то есть у нас не было ощущения что действительно что-то могло случиться и мы первые несколько суток находясь в лесу думали что мы все таки вот сейчас сейчас найдем потом пациент сальвар приехали то есть ребята работали ночью в основном на отклик так как у времени немного прошло но с каждым днем все как-то надежда уходила что но столько людей находилась на поисках и и в ночами и днями прочесывали но результата никакого не было когда в первую неделю мы уже понимали что что-то не то мы узнали от людей пошли слухи что было некое видео причем не от подростков а именно от взрослых людей исходило что было некое видео которое видели люди где якобы ну издеваются над владом унижают что он стоит на коленях были слова такие то ли он описался то ли его описали и мы стали просто понимать что что-то здесь произошло не то что не мог он просто уйти не просто здесь все так произошло но что он исчез но что он сам ушел мы на второй день уже слышали о том что было видео на второй день но какое не знали мы знали что было видео с унижениями и мы не знали что происходило в период 7 часов до момента заявления в палец 11 12 вечера этот промежуток у нас выпал и до сих пор он является выпавшим когда мы узнали что было видео мы начали опрашивать свидетелей вот края деревни начали опрашивать уже по-моему это на третий или на пятый день тоже не помню но открыто 105 часть 2 была на второй день и как бы тем самым мы проводили сколько могли в лесу ну то есть практически постоянно кто-то отъезжал в основном я ездил к следователю оставал оставлялись люди в лесу я ездил к следователю узнать процессуальные действия которые она делает по изъятию телефонов попробуем на наркотики и прочие действия я видел что у человека формальный подход ну скажем так у нее спустя рукава вот так я одной фразой назову спустя рукава я когда понимал что от нее в принципе зависит сейчас не только до работа вернее и ее работа как раз заключается в оперативности и мне было удивительно что молодого сотрудника дали до для того чтобы проводить такое дело и мы об этом так же говорили когда мы поняли что в демидове это дело херится она херилась по одной простой причине что так как я сам связан с юриспруденцией в гражданском праве я хочу сказать что работу можно выполнять также как и юристом также как исследователем либо на результат либо работа ради работы так вот след след следствие выполняла в смоленске в демидове и в смоленске работу ради работы то есть они значит составляли протоколы писали удовлетворяли ходатайство причем сказали удовлетворим все ходатайство идентиф такого уголовным в уголовном процессуальном для вообще в уголовных делах так как косвенно к ним в принципе знаком с адвокатами знаю как их ведут чтобы просто удовлетворили ходатайство не факт что с первого раза удовлетворят не факт что с первого раза не отклонят и надо по два-три раза за заносить эти ходатайство чтобы они проходили у нас все шло знаете как как получается вот что они пишут все удовлетворяйте он сел вот все что они пишут все удовлетворяйте то есть мы приносили ходатайство тут же ставили печать удовлетворить то То есть получается, ну вот сейчас, да, год прошел, такое ощущение, что они делали все, чтобы дело просто шло, 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 шло. Мы потихоньку успокаивались, 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 в виде работы идет, поисковики работают. Вот такая ширма создана для нас, что все хорошо, что все работают. Но имейте в виду, что время прошло много с намеками на то, что, скорее всего, Влада нет живых. И когда мы поняли вот эту ситуацию, картинность происходящего относительно следствия в Демидове, в Смоленске, в Смоленской области, в особом отделе, когда, да, вот сколько раз я на допросах был, я главный подозреваемый был. Вот не тем они занимались на самом деле, потому что это время было упущено для того, чтобы как раз-таки найти тех, кто и виновен в этом всем происходящем. Поэтому, когда они эти действия делали, когда ко мне приходили с обысками, ржали там, у дверей стояли, что телевизоров у меня там много, что-то еще там много, да, ну, вот эти вот моменты, да. Всем было как-то весело, нам было немножко не до веселья, как и сейчас. И когда мы... Сбор улик, сбор улик, это вообще было просто прям, я не знаю, нужно писать какой-то анти-следователь. Книжку можно сейчас вот сесть мне и издать даже, потому что место, как я приехал сразу, сотрудники тут гуляли, что-то делали. Место было не оцеплено, значит, никакие улики сняты с него не были. Далее, когда мы стояли здесь у шалаша, как мы уже говорили, и если на шалаш смотреть сбоку, на этом скосе прекрасно видно какие-то, скажем так, чужеродные следы, да, если какие-то остаются там, да. И просто так, в один из дней мы просто посмотрели, и под наклоном было четко видно, что следы шли на палатку. Мы тогда не знали, что на нее залезали. Это было до... в 20-х числах видео я достал, это было до того, как. Поэтому, когда мы увидели эти следы, следователю позвонили и сказали о том, что следы есть. Она очень неприятно с нами общалась, как с собаками, я даже так назову, потому что это человек для меня высокомерный, который непонятно, почему себя так повел. Так вот, вот эта вот девушка, казалось бы, да, будущая мать, я не говорю, что следователь должен проникнуться или что-то, но он должен выполнять свою работу качественно. Почему мы должны требовать то, что они должны делать? Я могу понять, что мы требуем, что они не должны, а то, что они должны делать, мы обязаны были требовать. И мы вот со слезами в лес, со слезами из леса вытирали сопли и шли к следователю, шли опрашивать свидетелей, находили таксистов, находили в парке дворника, который слышал, находили эту самую техничку или кто-то, уборщицу в кафе, которую тоже потом приехали. Спустя время сказали, ой, ну знаете, да, они уже ничего типа не знают, они ничего не говорят. И когда она сюда приехала, недовольная, что мои друзья мои были, которые служат в определенных войсках, значит, им пришлось залезать на этот шалаш, показывать после этого, когда она все равно не верила, что залезть можно, даже когда она поверила. То есть на тот момент, конечно, хотелось просто кричать от бессилия того, что происходит, и от ее действий. Ну ладно, мы это проглотили, залезли, потом метки нужно было выставить. Ребята, есть фотографии, ребята держали метки, она стояла, все это фотографировала. То есть за нее практически сделали всю работу на шалаше, пофотографировали, и мне плевать, что вы будете говорить, что я там за следствие сделал. Ну так получилось. Это же не я хотел, я это вообще не хотел делать. Мне вообще, это я гражданин России, я должен, у меня случилось преступление, должен заявить и сидеть дома ждать. Не лазить в лесу, не собирать улики, не таскать следователей за уши. Это немножко из другой оперы. Это из каменного века, где-то там, да, где-то там может быть. А здесь немножко, как бы, у нас, да, 21 век. И оборудование у нас охеренное, которое видео не может достать. Держат за идиотов. Засними меня, чтобы эти люди понимали. В очередной раз пришли, на место, на то место, где нашли останки вады. И в очередной раз с добровольцами мы пришли, потому что, как сказать, проверяем любую вещь. И в очередной раз мы пришли, и что мы находим? Это раз. Судя, судя, я не знаю, ноготь, это не ноготь, ну, или от травы что-то, я не могу сказать точно, но похоже, как на ноготь. Это все мы ложим в пакетик. Сейчас я попробую пальцами вот так вот сделать. Вот. Фух. И что мы видим? А пока мы ничего не видим. Ее надо отогревать. Ну, то, что это футболка, по-моему, это факт. Сейчас она замерзшая. Мы ее сейчас заберем, немножко отогреем, выпрямим. И тогда дальше с ними покажем, что мы нашли. Нашли просто прямо с ногтем. Просто получается вот так вот лежала кость и ноготь. Это мы перебираем то, что перерыли. И получается, вот он ноготь, а вот она кость от пальца. То есть мы и начали сегодня пальцы. от какого пальца. Ой. А, ну да, у него же маленькие, но поменьше руки. Ну, то есть кость ногтем прям лежала. Где-то. Хотелось бы пояснить ситуацию по поводу фотографии из дома. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым. И никакой информации о появлении данной фотографии, где находится тело, у нас нет. То есть мы не обладаем никакой информацией, как она появилась, куда она исчезла. Хотелось бы пояснить, что 15 мая 2019 года мы встречали архив. В архиве находилось 1311 фотографий. Как мы уже узнали последствия, 1699 фото там должно было быть. Но их там не было. куда делись? 300 с лишним фотографий. Ведь если бы у нас на тот момент было это фото, мы бы еще тогда нашли бы. И поиски бы прекратились. Также в этом архиве была папка с названием болото. Но она была пустая. Но на тот момент подозрений никаких не вызвало. но на сегодняшний день мы понимаем, что возможно эти фотографии, которых не достает, они должны были находиться в той папке. Но это мы понимаем только на сегодняшний день. Тогда подозрений не было. неужели на сегодняшний день нельзя отследить этот путь, куда это фото исчезло и откуда оно потом появилось? я считаю, что это все не просто так. Случайность? Да нет, не бывает таких случайностей. Слишком их много было за последний год. И случайность на случайность. Обман, несостыковки. И уже не веришь ни во что. Что нужно было сделать, чтобы ребенок кинул все свои вещи? рюкзак, телефон, жилетку, то есть ну все, кофту. Вообще без всего ушел. Что его сподвигло на это? То есть что могло здесь произойти, чтобы уйти, вообще уйти в темноте непонятно куда без вещей? Причем было холодно ночью, уже было холодно. Впоследствии кепка оказалась через три дня у Дербанова, вернее она оказалась у Дербанова и только через три дня они якобы обнаружили в пакетах с продуктами, что там Владова кепка. Кофта значит была у Бахрамова, так как он ее забрал с собой портфель, чтобы ее не потерять. Жилетку вообще не могу сказать где ее нашли. Рюкзак также оказался потом у следственных органов. В рюкзаке оставалась чужая куртка, не знаю чья куртка, но это не Влада куртка, колонка переносная, тапочки одноразовые из бассейна, в которые он ходил, гель для душа и младшего брата Влада трусы, так как они накануне до этого ходили в бассейн, то есть эти вещи все оставались, но в рюкзаке не было вещей Влада. Также телефон оказался впоследствии у Жумаева, для каких целей он его забрал, также неизвестно. Сим-карта, в телефоне не было сим-карты, так как сим-карта в принципе не подходила, она была меньше по размеру, то есть не подходила для телефона, но она также оказалась у Жумаева в Смоленске, случайно он ее обнаружил, что она у него, и как он узнал, что эта карта, вообще сим-карта Влада, тоже неизвестна. После этого, уже, наверное, на 14-й день, мы заходили с асфальта, отсекали эти квадраты, самый ближний, то есть где-то метров 700-800 отсекли, максимум километр, есть фотографии у нас доказывающие, что мы становимся на дорогу, и уже этот квадрат зачесываем не вот так, как вот шалаш, я показываю, так стоит шалаш, вот так вот, мы его зачесывали с дороги, то есть заходили вот так, то есть это называется перекрыть, мы сначала заходили так, возвращались обратно, а потом было место с каналами, и в забродниках был я, еще несколько человек в забродниках, которые как раз-таки понимают всю серьезность вот этого дела, что счет идет на минуты, почему поиски были круглосуточные и на отклик работали, немаловажно, на отклик, как нам в интервью, по-моему, сказал кто-то, что первая ночь сделала свое дело, значит, с ним, получается, кто на отклик работал, мы работали круглосуточно, здесь спали, здесь ели, шли обратно в лес, выходили, шли, выходили, шли, то есть поиски были непрерывные, били в ту сторону, той стороной мы занялись уже когда здесь закрыто было порядка 5 километров вглубь, то есть вот эти стороны мы закрыли полностью, потому что они просматриваются практически до дороги здесь недалеко, ту сторону заднюю, она до края Демидова идет, тоже недалеко, мы били как раз-таки в эту сторону и били в принципе очень плотно, говорю за добровольцев, которые были, именно приезжали и с которыми мы в линейке квадрата поисковиков также ближайшие были закрыты полностью, даже если отсутствует в том месте трек, если отсутствует в том месте трек, то, чтобы вы понимали, трекеры были у крайних, там 4-6 человек, у крайних трекеры, ну вот и считайте, ну допустим от каждого по 10 метров, это получается 50-70 метров от одного до другого, ну считаем 70 метров, и вот 70 метров идут по трекам, тут трек, тут трек, посередине трек не пишется, хотя я уверен, что он тоже мог бы быть там, мы его найдем, я думаю, даже кто из наших был с трекерами, сейчас мы этим занимаемся, и когда идет два человека с трекерами, посередине у тебя в любом случае оказывается дырка, поэтому то, что там говорят трек не прописан, это не значит, что там людей не было, то есть там даже были поисковики, в моем деле. Первые дни, когда мы искали, еще не было такого, ну скажем так, лес небольшой, отец Влада здесь в принципе леса, сам с лесами связан, леса знает, леса знает, и как сказать, в принципе, уверенность была в том, что мы его быстро найдем, но на третий день максимум мы его найдем, потому что лес проходимый, самое главное, да, то есть если мы берем, есть категория лесов, если брать уже геодезию, есть категория лесов, которые являются, по категориям рассчитывается стойность работ, рубок в этих лесах, так вот, наш лес относится к первой категории, а там их пять, чтобы вы понимали, если получается пятая категория, это вообще какая-то тайга непроходимая, то у нас где-то первая категория, это смешанный лес с небольшими болотинами маленькими, вот, и когда мы на третий день поняли, что что-то здесь не то, уже и про видео начали рассказывать, и говорить о том, что вообще непонятно, как что здесь проходило, потом мы поняли, что много нестыковок в этом, именно в вечере, вот в этом периоде, да, и мы понимали, что что-то произошло не совсем то, что нам говорят, то есть, не совсем об уходе мы о добровольном и говорим, и причем, как я и говорил ранее, тут пять дорог, выбирай любую, а он получается, то есть, пошел вот туда, да, и опять же, если они говорят, пошел он туда, там дорога, асфальт, тут вот рядышком, асфальт, и машины слышны, что здесь, что здесь, что здесь, так вот, и на поиски мы обратили, только на третий день мы начали обращать внимание, что от детей-то на поисках нет, проходили недели, месяцы, и мы понимали, что ничего не происходит в следствии, что тихо, никаких ни улик, ни зацепок, нам ничего не оставалось, как идти на федеральный канал, мы все-таки добились того, что мы вышли на прямой эфир с Андреем Малаховым, как бы там ни говорили же, шоу, не шоу, только благодаря этим передачам дело получило общественный резонанс. Нас все-таки пригласили в Москву, и Центральный аппарат Следственного комитета взяла под контроль, вернее, забрала себе дело и стала вести. У нас появилась какая-то надежда, но с течением некоторого времени мы понимали, что мы начали понимать, что все-таки и от Москвы не стоит ждать каких-то результатов. Когда люди начали писать письма, обращаться в Генеральную прокуратуру, стали приходить ответы, что проведена судебно-медицинская экспертиза по останкам и что там не выявлено следов насильственной смерти. Это вот совсем недавно. Я позвонила следователю и спросила, говорю, а что, уже судмедэкспертиза готова? На что он мне ответил, ну это же вот та, которая в Смоленске проводилась. Я ответила, говорю, а что у нас, кроме генетики, еще и судмедэкспертиза проводилась в Смоленске? Он ответил, ну да. Я говорю, а почему я спустя это время, спустя почти два месяца только об этом узнаю, почему меня с ней не ознакомили? На что он мне ответил, ну у них просто, они не успели ее распечатать, и поэтому они нас с ней не ознакомили. Значит, на поисках никого не было, мы увидели в том, что действительно как-то странно, почему нет, не то, что даже не звонят они, ни родителям не узнают, ни их родители не звонят нам, Насте допустим, да, не спрашивают, а что, а как, ну то есть все как-то, такое ощущение стало, что все засели в какое-то, ну игра в молчанку какая-то пошла, и единственное, что вот Валера Слаутин, он с ним дружил с детства, и получается Валера в один день, не помню на какой день, к вечеру он уже тоже приехал, видно, что он переживал, на тот момент там мои эмоции были непонятны, сейчас мы начинаем понимать, и когда я с ним разговаривал в этот вечер, спрашивал все-таки, чтобы он сказал, что происходило, то есть человека просто трясло от того, что такое вот сейчас, если понимание приходит, спустя время, было такое ощущение, что человек чего-то, что-то знает, но боится сказать, и у него настолько страх, ну вот когда я с ним разговаривал, он побледнел, ну раза три, когда вот просто с ним мы беседовали, да, здесь у костра, он бледнел, и его трясло, почему он тогда не сказал, не знаю, точнее понимаю теперь, почему он тогда не сказал, и после этого больше никого на поисках не было, то видео, которое единственное есть шалашом, с этим проклятым, значит, людьми также велась работа в отношении некоторых из подростков, ну работа какого плана, пытались все-таки узнать, что происходило, и хоть какую-то информацию подчеркнуть, чтобы двигаться дальше, и в один из вечеров, а, камеры, 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 самое интересное, когда мы нашли сами с Андреем, сколько тут камер есть, на каких магазинах они стоят, позвонили уже в Смоленск следователю, и сказали, что камеры вы не хотели бы снять, а уже был там, по-моему, 20-й день дела, когда передали, не помню точно, но вот-вот стирание камер могло пройти, то есть там, может, 28-й уже день был, но то есть, что на камерах каждый месяц затирается в магазинах и так далее, и мы сказали, что нужно срочно снимать камеры, на что нам сказали, хотя у них было оборудование, которое видит камеры, не помню, как оно называется, не буду даже врать, просто ставишь эту пушку, и она показывает, у кого есть камеры, то есть даже эту работу они не сделали, а когда мы нашли эти камеры, приходилось по ММС сообщениям криминалистам сбрасывать, где эти камеры в Демидове, и просить их, чтобы они сюда ехали, значит, были переговоры относительно того, что он согласился, Кирилл Бахрамов встретится, и мы, я приехал в Демидов, в этот же день, мы с ним встретились, они приехали на машине, пересел в мою машину, на диктофон, соответственно, я всю запись разговора записал, эта запись у нас есть, и когда он сел в машину, ну, абсолютно спокойно начали разговаривать, но то, что меня поразило больше всего, это то, что он начал не с того, что, вот, как, ну, грустно, печально, не знаю, что нам очень жаль, там, либо, вот, мы не смогли там на поиски, или, ну, хоть что-то сказать о Владе, он начал с того, что нам страшно, то есть, да, который страшно, ну, ушел, ушел вот у меня, да, допустим, мне сразу, я переживать начинаю, да, как родители, как вообще, вот, сам, да, я, у меня потерялся друг, я, допустим, у меня другие эмоции, да, что я переживаю, я бы начал с другого разговора, он начал разговор с того, что ему страшно, что нас все боятся, ну, ладно, начал и начал, на тот момент мы не придавали значения, После этого мы начали с ним разговаривать, что же там происходило на самом деле До ухода Влада у него прям все шло вот как-то, ну, то есть рассказ, повествование шло обычное Что вот мы приехали, мы разложились, мы там жарили, мы туда ходили, мы там то-то, 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 то-то Ну так все плавно Потом, когда мы подошли к уходу Влада, у него как-то, ну, видно, когда человек напрягается Он напрягся, замкнулся, вот, ну и сказал, да, ушел за кучу мусора примерно туда-то, туда-то Я еще раз несколько раз переспросил, куда он ушел в процессе разговора, когда мы с ним разговаривали Он, то есть момент ухода у него был настолько к 20 дню четко отработан, что он четко говорил вот одну и ту же заученную фразу После того, как в разговоре с Бахрамовым мы к тому времени уже видели следы на беседке Мы к этому времени понимали, что на дне рождения люди снимают, фотографируют, хотя бы фотографируют минимум, особенно молодежь И когда мы подошли к вопросу видео либо фотосъемки Несколько раз он как-то, ну да, что-то снимали, ну что-то есть, ну куда-то, да То есть вот такими уклончивыми ответами я сказал, что видео или фото нам очень нужно с Владом, потому что это, пока мы его не нашли, это последнее видео, которое мы хотя бы можем посмотреть, ну где он был, что с ним было И он сказал, что сбросит мне ВКонтакте видео в этот же день Я его писал, переписка есть ВКонтакте о том, что Кирилл, ну что там с видео, ну да-да-да, я сейчас ищу, я бросаю там Ну то есть всегда какие-то были отмазки такие, ну вот два или три дня он выиграл точно, да И я думаю, что эти два-три дня, по моему мнению, как раз-таки они думали, что сбрасывать Потому что, когда он мне прислал переписку, там не просто от Кирилла было, там от некоторых участников компании было видно, что у них было что-то типа сообщества ВКонтакте, в котором они это все размещали И судя по переписке, это все просматривается Как позже мы узнали, так оно на самом деле и было Когда мы увидели видео, мы поняли, что на дне рождения была не только фотосъемка, но и видеосъемка, а даже больше были трансляции После того, как мы узнали, что подтверждение было получено о том, что была видео и фотофиксация этого события Мы побежали в следственный комитет и начали писать кучу ходатайств об изъятии телефонов, об изъятии видео О самом простом попросили, сделайте через гугл-карты, откройте их аккаунты и посмотрите их, куда они ходили, пока биллинг не придет На что также мы покивали голову и сказали, да, сделаем Но, когда мы к следствию, забегу вперед, бегали уже к следователю Уже, по-моему, была осень глубокая Мы все ходили, спрашивали, хотя ходатайство о контакте и соцсетях мы сделали намного раньше Это было еще до 20 апреля даже И мы просили изъять это как можно быстрее На что мне следователь говорил Вконтакте в Питере сидит одна девушка, которая дает всей России эти данные И мы три раза ездили в Питер, но нам они пока не дают эти данные Для меня это было, конечно, удивительно, что нет никаких данных спустя уже какое-то большое время И из контакта не так сложно все достается Но было видно, что вот, как сказать, те моменты, которые, ну, да, удовлетворить ходатайство Там, ответить на какое-то письмо, делались быстро А ключевые моменты, изъятие телефонов, проверка, изъятие карт из этих телефонов Проверка гугл-треков до биллинга, да, чтобы не ждать биллинга Оперативных действий, в том числе и по запросу контактов и звонков По расшифровке звонков сделано не было вовремя Я не знаю, вообще сделаны ли они были к моменту нахождения останков Либо они как раз-таки были в момент То есть вот эти моменты, которые, скажем так, они параллельно в следствии идут Но их нужно делать оперативнее, то есть они их переставили местами То, что нужно делать оперативно, они не делали То, что рутинную работу, они делали Прошел год, даже больше года Уже почти конец апреля И мы только что сделаем, ждем и ждем И вот он сюда такой бредет в кроссовках Ничего не порвал Ничего не повредил Вот видите Бредет, бредет, бредет И вот сюда он забредает В целом виде В сохранности Моет кроссовки, завязывает их опять И, соответственно, складывает футболку под дерево И ложится Моет кроссовки, завязывает их опять 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok